Азербайджан В этом не было бы ничего удивительного, ведь все лидеры Армении в разные времена делали подобное заявление. Однако Никол Пашинян добавил, что за основу мирного договора должны быть взяты советские карты. Это означает, что Армения официально признает Нагорный Карабах частью Азербайджана. Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном реалистично, если обе страны четко, без двусмысленности и уловок признают территориальную целостность друг друга и обязуются сегодня и навсегда не предъявлять друг другу территориальных претензий. Я хочу вновь подтвердить, что Армения полностью признает территориальную целостность и ожидает, что Азербайджан сделает то же самое, признав территорией Армении территорию армянской СССР. Пашинян пошел дальше и заявил, что именно армянская сторона на переговорах в Праге предложила этот принцип. Таким образом, уязвленная после войны, Армения хочет обезопасить себя от возможных нападок со стороны Азербайджана. За последние два с лишним года вооруженные силы соседней страны не раз пересекали границу, оказывались на территории Армении и закреплялись там. Несмотря на готовность армянской стороны пойти на серьезные уступки, в Баку считают, что должны добиться большего. Это правда. Мы разбили голову врага и одержали большую победу во второй Карабахской войне. Однако в Армении вновь активизируются реваншистские силы. Мы должны быть готовы к любой ситуации. Сепаратисты должны знать, что у них есть два выхода. Либо они будут жить под флагом Азербайджана, либо уедут. Мы поставили на колени основных представителей сепаратистов. Сержика Сарксяна, Роберта Кочаряна, Сейрана Аганяна. Примечательно, что еще до войны лидер Армении поехал в Степанакерт и на главной площади республики заявил, что цитата «Карабах – это Армения и точка». Сейчас же Баку требует, чтобы Пашинян сделал обратное заявление. Как в этой ситуации Ереван будет добиваться соблюдения прав и свобод армянского населения Арцаха и будет ли вообще добиваться, пока не ясно. Армянские политики опять ограничиваются стандартными формулировками. Громкие заявления с обеих сторон звучат на фоне усиления напряженности на границе. Накануне жертвами очередной эскалации стали четыре армянских и три азербайджанских военнослужащих. Информация о нарушениях режима прекращения огня, в том числе из Нагорного Карабаха, поступает практически каждый день. Баку сейчас не хочет подписывать мирный договор, уверен политолог Степан Григорян. В Баку понимают, что Армения осталась без стратегического партнера. Стратегический партнер Армении, Россия сейчас не с нами. Они с Турцией, с Азербайджаном, у них интересы там совпадают. Они понимают, мы без стратегического партнера. Поэтому Азербайджан хочет максимум взять, что возможно. Например, хочет взять так называемый коридор Загизурс. Армянские власти при этом говорят о неблагоприятной геополитической ситуации из-за войны в Украине. С началом боевых действий роль Азербайджана как транзитной страны и экспортера газа значительно возросла. Причем как для России, так и Европейского Союза. Брюсселя не раз заявляли, что намерены значительно увеличить объемы импортируемого из Азербайджана голубого топлива. Украинские события завязали руки России на Южном Кавказе. Запад максимально заинтересован в окончательном урегулировании Карабахского конфликта. Однако заключение мирного договора на условиях Баку будет означать, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе больше не нужны. Потеря Карабаха Армении в долгосрочной перспективе может привести к уходу России из этой южнокавказской страны. Субтитры создавал DimaTorzok